Здарова, комрады! Сегодня покажу, как плести цепушку плетением Candy Cane Cord. Значит, немного по материалу. Проволока у меня сечением 1,8 мм. Внутренний диаметр колец 7 мм. Итого, этот AR получается... Я на калькуляторе уже посчитал. Это получается примерно 3,9 мм. В принципе, для этой цепочки, говорят, идеальный AR это 4,7 мм. Но я хотел цепочку более жесткую, гибкую, пружинящую, упругую. Поэтому я взял вот такие кольца. Но, знаете, если хотите, как бы, цепочку, чтобы она была прям такая вся гибкая-пригибкая, то ориентируйтесь вот не на этот AR, а на AR 4,7. Напишу тут 4,7. Идеально. Ну что, погнали. Берем 4 закрытых кольца и 2 открытых. Закрываем. Повторяем с еще одним открытым кольцом такую же операцию. Получившийся элемент складываем вот таким вот макаром. Чик. Чик. Дальше берем 2 открытых кольца. Одно вот сюда. Второе по диагонали. Вот сюда. И тоже их закрываем. Складываем получившийся элемент вот таким вот образом. И следующее кольцо пойдет через вот это кольцо, через вот эти два перекрещенные кольца и через это. То есть вот так. Сюда. 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 Да. И вот сюда. Закрываем кольцо. Соответственно, надо добавить еще одно по диагонали. То есть оно, вот это то, которое мы добавили. А следующее пойдет через это. Вот эти два перекрещенных кольца. Вот это и вон то, да. И через это. Вот так. Вот, видно отлично. То есть еще раз это. Вот эти два перекрещенных. Да. И вот это. Тоже закрываем. Так, следующий шаг. Здесь надо быть очень внимательным. Если будет ошибка, то получится просто другая цепочка. Значит так. Видите, вот эти вот два кольца, да. Вот это кольцо. И вот это кольцо. Они стоят параллельно друг к другу. Вот. Следующее кольцо нам надо добавлять, как бы, перпендикулярно этим двум кольцам. Да. То есть, если я, допустим, сделаю вот так вот, с этого угла, да. То это кольцо, как бы, встанет параллельно им. Так быть не должно. Надо вставлять именно так, чтобы кольцо шло перпендикулярно. То есть, вот, вот так вот. Вот так. Сюда и сюда. В общем, вот так вот правильно. Следующее кольцо идет симметрично предыдущему. Вот в эти два кольца. Тоже закрываем. Получается вот такая конструкция. То есть, два кольца, которые мы только что добавили. И получается два, как бы, две пары перекрещенных колец. Вот одна и вот вторая. Следующее кольцо, значит, должно идти через перекрещенные кольца и через вот эти два кольца. Закрываем. Это я закрыл. Теперь с другой стороны. Также абсолютно симметрично. Через два свободных и через перекрещенные. Закрываем. Уже видна структура. Понятно, что цепочка идет так, как надо. Дальше продолжаем просто предыдущие шаги. Главное смотреть, чтобы вот на следующем шаге, то есть, чтобы следующее кольцо шло перпендикулярно вот этим двум. То есть, вот вот этому и вот этому. То есть, оно пойдет вот одно пойдет вот сюда. Чик. Вот так. А другое пойдет вот сюда. Дальше шаги повторяются. На этом все. Если вы еще не подписаны на канал, то подпишитесь. Следите за обновлениями. Оценивайте видео. Обязательно оставляйте свои вопросы в комментариях или в группе ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Ну что, все, ребят. Пока.